Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал! Наконец-то ногтевое видео! Вы давно меня просили показать, как я выполняю френч, как я выполняю укрепление гелем, когда опиливаю форму и какие материалы использую для данного вида дизайна. Поэтому сегодня как раз-таки такое видео. Покрытие у нас здесь 3,5 недели. Сейчас посмотрим, как оно относилось. Было укрепление гелем и сверху был герлак из коллекции Pearl. Это коллекция от торговой марки El Pazza Shop. Когда я делала на нее обзор, назвала эту коллекцию базы втирки. В общем-то в интернете у данной торговой марки это название прижилось, и теперь все их так называют. В принципе, я не собиралась никак говорить о том, как выглядят эти базы, но мне почему-то напомнили они именно втирки, и часто я ее делаю своим клиентам в разных оттенках. У меня их целая коллекция, видео также есть на канале. Перед использованием апельсиновой палочки я ее всегда, абсолютно всегда немножко подтачиваю, проверяю, чтобы не было никаких заусенцев, зазубринок и так далее. И далее наношу на свою перчатку щетку и щетку-сметку, и приступаю к поверхностному опилу. Опил формы я выполнять сейчас не буду, сделаю уже после выкладки гелем. Кстати, у данной клиентки часто были отслойки, когда ногти скручиваются, и как раз-таки боковые стенки начинают отслаиваться. Но здесь, когда мы начали делать именно такой вид укрепления, такие проблемы ушли, и как вы видите, покрытие относилось прекрасно. Нет никаких больших отслойок. Понятно, где-то там маленькие есть, которые начинают вылазить под покрытием, но они были настолько маленькие, что мы их даже особо не заметили. Наношу обязательно присыпку, у меня она с Вайлберис, и если нужно, пишите, ссылку в Телеграм добавлю. Использую я этот тальк уже довольно давно, он у меня никак не заканчивается. Единственный минус в нем, там было большое отверстие для его насыпания, поэтому я наклеила туда малярный скотч, сделала несколько иголочкой маленьких дырочек, и теперь он у меня просто как сито сыпется на ноготок. Обязательно использую на данных ручках синюю насечку, удлиненное пламя, 23 диаметр от Кмис, который я недавно показывала в своих роликах. Стрез выполняю кусачками от Сильверстар, и шлифую все шариком с красной насечки 50 диаметра, также от Кмис. Недавно я вам как раз-таки рассказывала, где я покупаю эти фрезы гораздо дешевле, чем на официальном сайте, потому что там нужно платить еще и за доставку, а мне получается без доставки в этом магазине покупать гораздо выгоднее. Я рассказывала об этом в своих прошлых роликах, и также уже добавила ссылку на магазин в свой телеграм-канал, ссылка на который в описании под роликом. Далее я беру влажную салфетку, вытираю пыль, также прохожусь очень тщательно в боковых пазухах, потому что там у нас основное скопление пыли, которое может помешать нам в дальнейшей работе. Обезжириваю, наношу дегидратор, и теперь втирающим слоем буду наносить базу. Сначала вот таким образом на кисточке нанесла на все ноготочки объем материала, так скажем, а теперь этот малюсенький объем я растягиваю по всей ногтевой пластине. Делаю я это отдельной кистью, не знаю, если честно, что это за торговая марка, по-моему, я заказывала кисти от Даккорда, но у меня уже там стерлось название, если нужно, я вам также поделюсь ссылочками, заказывала их на ВБшке. Использовать здесь я буду гель от Силкаров, оттенок называется Лилак, также есть обзор на моем канале, беру я эти гели в запрет грамме, кому нужно, пишите, все ссылки будут обязательно. Очень мне понравился данный оттенок, он довольно холодный, хорошо самовыравнивается, и, в принципе, для Френча будет такой идеальный вариант. Решила вам показать еще в немного отдаленном варианте, просили меня показать, чтобы было видно, где у меня что лежит, там под рукой одно, второе, третье, так что специально оставила такой кадр, в остальных моментах я всегда приближаю немножко ролик, но раз просили, показываю. Лампа у меня сейчас стоит под подставкой, которая также с Алиэкспресс, конечно же, с Вайлберриса, и лампа с Вайлберриса, и кисточки, и безворцевые салфетки, и все с Вайлберриса, и пилочки в том числе. Теперь я обезжириваю нашу поверхность, снимаю липкий слой и приступаю к опилу. Форму мы здесь будем перить, как обычно, овал, немного убираю длины. Мы здесь сделали не настолько, насколько отросло, а буквально, наверное, на полмиллиметра подлиннее. Я всегда использую такую линейку, знаю, вы мне не писали, что можно использовать и циркуль, и так далее, но мне это неудобно, я замерила три значения на одной руке, потом поменяла руку клиента, клиент в этот момент сидит, то ли работает, то ли еще что-то, я его уже не тревожу и делаю другую руку. Ну и теперь буду рисовать френч. Кстати, если бы я пилила именно сверху поверхность после выкладки, то я бы нанесла еще один тонкий слой геля, чтобы поверхность была ровная для френча и не было зазубрен от пилки. Но так как я проходилась исключительно по форме, то никаких зазубрин сверху у меня не осталось, и я могу рисовать наш френч. Использую я здесь кисточку Striper от Yulie Belay, в общем-то набор, наверное, называется Striper или тонкий завиток, я уже, если честно, не помню, там две кисточки, заказывала их также на Wildberries и пришли в идеальной упаковке. И неизменно белый герлак, это от El Pazzo, коллекция Мальдивы, номер 11, рисую всегда в один слой, иногда с переворотом руки смотрю, ровно ли у меня все, единственное, снимать такой момент довольно неудобно, поэтому я решила его здесь не вставлять в кадр. И в конце завершаю все топом. Здесь у меня топ от Clio Crystal без ультрафиолетового фильтра, без липкого слоя. Делаю небольшое подравнивание, не могу сказать, что оно мне здесь сильно требуется, потому что герлак настолько тонкий слой, что, в принципе, никакой ступеньки от French у меня нет. Любуемся результатом и подпиливаем еще раз форму, но это уже такое, более, наверное, чистовой вариант для успокоения души. Выпиливать мне там нечего, потому что при опиле формы я уже выпилила оттуда свой родной ноготок, который у меня не будет скручиваться. Показываю вам итоговый результат. Надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Если сейчас найду, вставлю в конце кадра, как относился данный French. Если учесть, у клиента очень много работало руками. Клистинушка, слышала так на YouTube, что тебе было, говорят, что ты не рисуешь French. Так вот, мне нарисовали такой красивый French. А это, чтобы не завозили. Всем привет! Спасибо большое тебе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!